На этой неделе в администрации района состоялась очередная расширенная планерка с участием заместителей главы района, начальников управления, глав сельских поселений. Открыл и ввел совещание глава муниципального образования Кашхабрский район Заур Хамирзов. На повестку дня было вынесено шесть важных вопросов и все они рассмотрены детально. По традиции участники начали совещание санитарно-эпидемиологической обстановки в Кашхабрском районе. Об этом доложили Николай Зверев и Василий Слюньков. Было озвучено, что на сегодняшний день наблюдается снижение заболеваемости коронавируса. Всего больных коронавирусной инфекцией на территории района 90. Также в своем докладе начальник отдела по делам ГОИЧС Николай Зверев отразил работу межведомственных групп по проверке объектов на предмет соблюдения норм Роспотребнадзора. На прошлой неделе проверки проводились во всех сельских поселениях. Как обычно проходили проверки предприятий торговли, общественного питания. Было проверено 125 объектов, протоколов не составлялось. За все время проведения проверок составлено 28 протоколов, которые направлены в суд, по которым принято решение. Большинство, да если не большинство, практически все объекты торговли, общественного питания в той или иной мере соблюдают стандарты Роспотребнадзора. Все ведут журналы, все ведут необходимую документацию, которая предписана этими требованиями. Глава района призвал не расслабляться из-за малого количества заболевания COVID-19. Он отметил, что необходимо по-прежнему строго соблюдать все меры предосторожности. Я обращаюсь к комиссии, они обязательно должны продолжать свою работу. Дальше, по образованию, победительная просьба, усилия, которые вы прилагали и прилагаете, не уменьшаете. В том же ключе, пожалуйста, по образованию работайте. Одним из главных вопросов в повестке был старт массовой добровольной бесплатной вакцинации против коронавируса. Информацию о ходе вакцинации представили заместитель главы района Рустам Хасанов, главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев и заместитель директора Кашхабрского КАЦСОН Светлана Хиштова. В принципе, предыдущий деклар уже охватил основные аспекты вакцинации на настоящем этапе в Кашхабрском районе. Я просто, может быть, дополнительно поясню вот такие вещи. Как бы четыре компонента, четыре заставляющие в плане вакцинации присутствуют. Это, собственно, препарат, противоковидная вакцина, это медицинский персонал, его подготовка и обучение, это оснащение тех привычных пунктов, тех привычных кабинетов, где будет данная поздора осуществляться. Ну и четвертое, немаловажное, может быть, даже самое важное, это желание самого населения, желание наших жителей и наших граждан эту такую важную поздору получить. Почему она важная настолько, на такой степени имеет смысл, наверное, повторить сейчас. Давайте просто вспомним, что происходило еще в начале прошлого лета, когда мы впервые увидели своими глазами, насколько это коварная и опасная, может быть, болезнь. И имелся тогда в конце мая, в начале июня, первый рост, первая волна роста заболеваемости. И тогда уже было самыми абсолютными экспертами, российскими, зарубежными, высказано мнение, что единственным способом действительно научным, действительно эффективным с этой гражданской инфекцией бороться будет массовая вакцинация, именно массовая вакцинация из населения. И тогда эта перспектива оказалась какой-то очень далекой. Сроки появления этой вакцины никто не мог спрогнозировать, точно назвать, ну, из несведущих людей. И вдруг, наконец-то, только данное случилось, произошло. Далее о результатах контроля за реализацией национальных проектов и госпрограмм на территории района доложил первый заместитель главы района Руслан Ямыков. Садокладчиками выступили главы сельских поселений. Марина Хубсорокова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района.